Привет, друзья! С вами Светлана Дианова и я рада вас приветствовать на своем канале Белль, посвященному проекту Леви и Белль или Жизнь прекрасна. Сегодня я хочу вам рассказать о начале реализации проекта «Русская азбука вышивки». Идея этого проекта зародилась несколько лет назад и на своем канале я периодически о ней рассказывала. Напомню вкратце, как все это начиналось. В сентябре 2021 года мы принимали участие с нашими вышитыми картинами в Международном салоне искусств Арстера. Это было грандиозное мероприятие, которое проходило в Даниловском ивент-холе и там были представлены совершенно уникальные современные проекты и самые сложные произведения искусства в живописи, графике, фотоискусстве, скульптуре, дизайне, ювелирном деле. И вот помимо собственно салона искусств на площадке проводилось еще большое количество самых разных интерактивных мероприятий. Были дискуссионные клубы, клуб поэтов, круглые столы, разные другие спецпроекты. Было много приглашенных знаменитостей, журналистов, прессы. В общем, это мероприятие было очень интересным, увлекательным и познавательным. А придумала такой интересный формат президент Русского клуба искусства и культуры удивительная творческая женщина Натали Голицына. И вот именно там, на Международном салоне искусств Арстера, я впервые увидела акварели русской азбуки Марины Ханковой, которая она создавала 8 лет с 2004 по 2012 годы. И создавала она эти акварели при поддержке директора музея императора Николая II Александра Васильевича Ренжина. А надо сказать, что Александр Васильевич еще и искусствовед, и реставратор, и коллекционер, и художник. И он руководит собственной иконописной мастерской. И вот на протяжении нескольких десятков лет он создавал музей, посвященный последнему императору России, в котором находится огромное количество всевозможных реликвий, принадлежавших императорской семье. Здесь мы находимся в музее государя императора Николая II. Сейчас мы можем видеть, что же здесь отполагается, в усадьбе Струйских. Усадьба это 18 века, находится она в исторической части Москвы. У меня на канале есть отдельное видео с экскурсией по музею императора Николая II. Этот музей располагается в историческом здании усадьбе Струйских. Он находится в районе метро Курская. Очень советую посетить этот музей всем, кому интересна история России и история императорской семьи. Но сегодня речь не об этом, а о русской азбуке. Когда дело дошло уже до цвета, мы искали бумагу. Александр Васильевич Ренджин помогал с бумагой очень. Здесь в магазине нашлось 66 листов такой бумаги. Именно вот такой. А у меня 66 букв в двух магазинах нашлось. Я не имела права на ошибку ни одной. Я боялась. Дети были маленькие. Им было там 3-4 года, что какой-то лист попадет им в руки и все. Значит, все пропадет. В общем-то, все получилось так, как я хотела. Несколько листов я в итоге переделала. Заказали еще вот такой же бумаги в этой мастерской. Бумага, ручная работа, ручной отлив. Поэтому у этой бумаги такой вот край. Ее не режут, ее вот так вот закатывают там в какие-то машинки. Вот на каждой бумаге здесь вот есть водяной знак. У нее такая фактура, как будто бы ткань. И очень красиво, хорошо ложатся краски, ровно и очень приятно работать. Если бы не такая бумага, наверное, таких тонкостей бы не получилось. И вот художница Марина Ханкова, которая создала эту замечательную русскую азбуку, окончила художественно-графический факультет педагогического университета. И уже более 25 лет руководит своей собственной художественной школой в городе Королев. Вот здесь вот, смотри, вот здесь утолщается чуть-чуть наверху, видишь? Да, такая ступенечка, как будто бы идем и раз на ступенечку, видишь? Хорошо? Вот. А пробка, она же вставлена внутрь. Она будет меньше, она гигантская, как шапка у боярин. Знаешь? Знаешь таких, да? Хорошо? Здесь эллипс, ось немножко, сейчас поярче. Здесь эллипс, где водичка. Мы не видим его весь, но нарисовать его надо весь. Вот здесь тоже весь. Здесь вот чуть-чуть вот эта ступенечка, вот эта ступенечка здесь ниже. Ниже. Пусть побольше. Хорошо? И вот, когда я только увидела эти прекрасные акварели с русской азбукой, они меня совершенно потрясли. Вот это русская азбука. Азбуки, видите, это вот это? Да. И посмотрите, насколько она информативна, да? Это необычная полиграфия, да. Это восьмикрасочная машина Хейдельберг, которая печатает натуральными пигментами. Которые не уцветают, да? Да. И бумага вот эта, вот эта швейцарская бумага называется Музеум. Да, она специально для музейного хранения. Поэтому мы постарались добиться предельно возможного авторского цвета. Прям в детстве отгнаешься с этими картинками. Полиграфии вот такие цвета не воспроизводят. Обычная полиграфия. Ну, мы сделали 100 экземпляров вот этого фоксимильного воспроизведения. У нас за месяц они все разлетелись. Вы знаете, просятся в руки прямо, просятся в руки, хочется подержать. И вот это ощущение, наверное, и у детей возникает. Конечно. С ребенком взять, на колени положить такой листочек, да, и ребенок смотришь, что на эту букву. Буква Д. Да. Он ищет. Слушай, очень информативно. Вот так, Д. Дом, Дом, Дом. Сама буква деревянная. Да, тут мы видим Диану. Душицын. В общем, это... Дед да бабка. Познавательная картинка. А вы понимаете, дом, детка, да бабка. И вот все составляющие счастья. Да. Удивительно. Спасибо вам за вот этот, знаете, вот стиль, соблюдение стиля. Удивительное сочетание красок. Еще компактный такой проект, это вид родной природы. А плюс еще у Марины есть лекарственные растения. Удивительное растение и стражей Бога Верховья есть. Любовь к родному, к родному знанию, родной гордости за свое, за русское. Вот я русский, вот мое, вот за мной там вот это все у меня за спиной. Это я вот, я вот отсюда, вот я из этих вот сказок, я из этой вот страны, я из этих вот богатырей. Вот в этих богатырях я тоже вот я там был, там частичка. Их вот во мне, я несу это, я могу быть таким же. И невесты вот эти, да, вот эти женские образы тоже я старалась сделать, да. Да, там и для мальчиков есть, что и мальчикам найти, есть, что и девочкам найти. Да, и трудолюбие, и скромность, и красота. И я старалась именно вот на красоту, вот красоту, вот такую показать красоту, красоту души. Сейчас мы действительно имеем дефицит таких произведений, на которых мы могли бы осуществлять воспитание, духовно-рассное воспитание, традиционное воспитание, не только в семье, но и в школе, в системе образования, в дошкольных учреждениях. О чтении здесь речи не идет, рассмотрение, изучение нашей традиционной культуры в тех многих деталях и формах, которые здесь она представлена. Это исторические сюжеты, и сказочные сюжеты, и природные объекты, и материальные объекты, объекты материальной культуры. Поэтому для семейного воспитания это замечательное такое вот издание, могло бы быть. Также, мне кажется, это может найти применение и в школе, и прежде всего в дошкольных учреждениях. Там, где мы сейчас знаем, дети осваивают уже как бы азы грамоты, и начало азбуки изучаются уже в детских садах. И как пособие, и как я бы хотел это специально подчеркнуть, то, что мы называем предметно-образной средой учреждения. То есть в создании предметно-образной среды в комнатах, где размещаются дети в рекреациях, даже в каких-то других помещениях, которая бы вот самим видом этих прекрасных картин воспитывала бы детей, приобщала их к нашей традиционной культуре. Марину Ханкову, автора этой замечательной азбуки, я был одним из тех, кто поддерживал эту работу. Да, и вот на протяжении восьми лет, с гигантским количеством эскизов, таких творческих находок, мучений даже где-то, да, Мариночка вот создала такую, можно сказать, галерею русской сказки, вот, проиллюстрированную через буквы, то есть самой азбуки драгоценной, которая помогает нам вот уже более тысячи лет. Русская азбука или славянская азбука, она существует со времен Кирилла Мефодика. Но то, как мы ее сейчас знаем, применяем, да, это в основном, конечно, последнее тысячелетие. И сейчас, можно сказать, что с помощью этих замечательных букв, знаков, да, мы передаем из поколения в поколение те знания, тот гигантский опыт, который накопил русский народ в своей истории. А посему у этой буквы, у каждой буквы, есть еще такая подоснова идеологическая. Марина не случайно взяла персонажей русских сказок, былин и, ну, всякого рода объекты, которые могли бы органично с этим сочетаться. Вот, скажем, она и растения средней полосы показывает, и гусей, например, там каких-то лебедей, всех тех, всех тех животных, которые нас тоже окружают. И это органично переплетено, как мозаика такая, или, можно сказать, даже как орнамент, вот в орнаментальной детали она тоже вплетает там где-то и растения, где-то и животных. Да, все это сплетено ее талантом, и талантом человека, который глубоко и тонко чувствует вот эту материю русского духа. Рассматривая каждый из этих букв, вы увидите обязательно ее, какое-то особенное, может быть, немножко женское, но утонченное начало, в нем, в этом самом начале, есть любовь к тому, что изображается. Любовь к Отечеству, любовь к тем объектам, о которых, вот я говорю, например, есть деревья, ну такие, как береза, например, или рябина, которые являются воплощением нашего отношения к русской природе. И это здесь отражено, как в прекрасном волшебном зеркале. И создавалась эта азбука главным образом для того, чтобы можно было родителям, там, бабушкам, дедушкам посадить своих детишек на колени и по листочку разглядывать каждую букву, искать вокруг этой буквы те самые слова, которые начинаются на этой буквы, или где участвуют в этих словах эти буквы. И ассоциативно у детей должно оставаться вот это в памяти образное выражение буквы. Мне кажется, именно поэтому азбука настолько удалась, настолько она всем нравится, что эти образы, буквенные образы, превратились в образы визуальные, в которых есть больше, чем просто видение знака, а скорее вот прочувствованное отношение к русской природе, к русской культуре, если говорить широко об этом явлении. Такой культуре, уходящей очень глубоко корнями. Да, во многом ушедшем, конечно, от нас, но тем не менее, нам есть что вспомнить и отобразить. Честь и хвала тем, кто соединяет, кто помнит и доносит дальше. Мне кажется, это очень важно и для воспитания, и для наших детей, да и просто с точки зрения того, чтобы смотреть на прекрасное. Как вот ребенку, листая такую азбуку, интересно, то есть все уровни чувств у него задействованы. Конечно. Ребенок рассматривает, ищет, что бы еще здесь такое найти. Да, да, да. Вот видите, буквы В, Васильки, волки с волчатами. Здесь мы видим, воробушки летают. Причем Марина особое внимание уделила, например, тому, если она изображает какую-то птичку, как точно ее изобразить как орнитолог, фактически. Да, да. Настолько все это безукоризмно. Очень узнаваемо. И Василиса, конечно. Там и водяной, вот видите, выглядываете. И водяной, и Василиса Премудрая, да. Вот он такой чудной. Глаголь. Глаголь, да. Да. Полетели гуси-лебеди. Гуси-лебеди, конечно. Вот и гуси-лебеди, голуби полетели, видите. Гармонь. И вот, например, она в некоторые сюжеты вставляет вот такие картинки. Гроза. Видите, дует ветер сильный. Ага, гроза. Горностай, конечно. Горностай, да. Горошек, видите, замечательный какой. То есть пустого места нет на этой картинке. Это огромная работа. Вот. Сколько заложено смыслов. Да, да, да. Гуси-лебеди, это уже узнаваемая сказка. Огромное количество эскизов, проектов, да. Добро. Вариантов. Да. Добро. Видите, буква Д, она деревянная. 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 Дубы тут такие, да. Дед да баба. Дятлы. Видите, дятлы, оказывается, бывают разные. Вот такой пестрый дятел, вот черный дятел. Дятел. Душица. Душица, это растение, Паш, ты. Тут у нас домовой царь датон. Домовой царь датон, видите, все. Вот Емеля побежал на букву Е. Емеля, да. Вот эти порты его, такие вот полосатые, они не из головы взяты, действительно, такие вот. С баранками, да, да, да. В конце 19 века. Ельник. Ельничек, да. Тоже ежевичка, вот это все. Енотики, да. А енотики, да. Прячутся тут енотики. А ежики, видите, тут. Мед. Да. Гнет. Вот такие уже немножко подзабытые слова. Дети, наверное, современные не знают некоторых слов и понятий. А гнет – это камушек, который лежит на крышке большой такой булочки. Булочки, чтобы солить капусту, огурцы. Да, и там надо солить капусту. Агурочки, капусту. И вот я, например, не знал, как выглядит зимородок, а вот он какой симпатичный, видите, как тропическая птичка. И зяблик, звезды, земляничка. А на самой букве «З». Золотой ключик. Меня поразило и мастерство исполнения, тончайшая работа художницы Марины Ханковой, но самое главное – это вот сама задумка и продуманность каждой детали, каждой странички этой прекрасной азбуки. И сразу родилась идея – соединить русскую азбуку Марины Ханковой с нашим совместным авторским проектом «Жизнь прекрасна», чтобы усилиями мастериц вышивки нашего проекта воссоздать каждую страничку русской азбуки, но воссоздать ее в вышивке. И таким образом можно интересно раскрыть и соединить искусство ручной вышивки, русской истории и русского фольклора. Ведь все мы воспитаны на русских народных сказках, правда? На фильмах и книгах, где добро всегда побеждает зло и где все всегда хорошо заканчивается. И эту веру у нас никто не может отнять. Это наш культурный код, который мы впитали в себя с детства и который мы хотим передать дальше нашим детям и внукам. А возможность сделать что-то для сохранения нашего культурного наследия – это огромная привилегия. Оставить свой маленький след в творческой истории России – это цель, достойное воплощение. Вы согласны со мной? И вот когда я поделилась этой идеей с нашими девчонками, она всем очень понравилась. И очень многие захотели принять участие в этом проекте – создать русскую азбуку Марины Ханковой в вышивке. Ну, мы, конечно же, понимали, что реализация такого непростого и масштабного проекта потребует больших усилий. Ведь каждая буква русской азбуки представлена двумя полноценными картинами. Одна картина, собственно, с буквой, и вторая – с иллюстрацией каждой букве в виде персонажей из русских сказок, былин, сказаний. И вот для воплощения всей этой красоты в вышивке нужно создать всего 68 больших, полноценных, сложных, многоцветных картин. Ну, то есть 33 по количеству букв алфавита, плюс иллюстрирующая сказочная картинка на каждую букву, и еще две картины с обложкой. Всего получается коллекция из 68 вышитых картин. Работа, конечно, не посильная для одного человека, но общими усилиями мастериц нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна» вполне реализуемая задача, хоть и непростая. Ведь помимо собственной ручной работы по вышивке этих 68 картин, по каждой картине нужно еще разработать качественные схемы вышивки, нужно собрать необходимые материалы, конву и нитки, вложить колоссальное количество ручного труда непосредственно в вышивку этих 68 картин, и по окончании вышивки оформить все вышитые страницы русской азбуки в едином стиле, чтобы получилась уникальная авторская коллекция вышитых картин ручной работы, которую можно будет экспонировать на различных выставочных площадках. И когда мы поняли, что собственными силами будет сложно реализовать такой масштабный проект, мы начали искать спонсорскую поддержку, которая позволила бы нам хотя бы частично компенсировать, во-первых, авторское вознаграждение художницы Марины Ханковой, стоимость материалов и стоимость оформления, ну а самое главное, это огромную работу дизайнеров и мастеров. И мы решили, что постараемся найти заинтересованных нас поддержать спонсоров, создадим вот такую совершенно уникальную авторскую коллекцию вышитых картин ручной работы, после чего организуем несколько выставок на различных выставочных площадках Москвы и Московской области, возможно, даже и в других городах России. Причем, по задумке, на этих выставках наши вышитые картины будут висеть рядом с оригинальными акварелями Марины Ханковой. И еще по нашей задумке, такие вот выставки будут сопровождаться лекциями, интересными рассказами, возможно, мастер-классами детского рисунка, еще какими-то интересными интерактивными мероприятиями. Ну, а после вот такого большого выставочного турне мы хотели бы передать всю эту коллекцию со всеми дополнительными наработками, фото- и видеоматериалами в дар какому-то государственному музею для постоянного экспонирования, чтобы показать, что русский язык, русский алфавит и русская азбука – это источник творческого вдохновения не только для отечественной литературы, драматургии, кинематографа и театра, но и для дизайнеров и мастеров вышивки. Вот такая была у нас изначальная задумка, и мы посвятили много, конечно, времени, чтобы получить хоть какую-то государственную поддержку этому проекту. В прошлом году мы подавали заявку в фонд президентских грантов. Наша заявка, к сожалению, не получила поддержки. В марте уже текущего 2023 года мы подавали заявку на грант мэра Москвы. Это был конкурс «Новаторы Москвы» по направлению общественные проекты. Номинация «Меняющая реальность». И вот 6 июня объявили результаты. Наша заявка также не прошла этот конкурс, но главным образом по причине отсутствия коммерческой составляющей. Нам прислали экспертное заключение по оценке нашего проекта «Русская азбука вышивки», где среди сильных сторон было отмечено, что это хороший социальный проект, есть техническая база, наглядная презентация, проработанная бизнес-ботель, хорошая творческая и культурная составляющая проекта, популяризация искусства. А среди слабых сторон проекта – это то, что проект не является коммерческим, и отсутствие схемы монетизации и коммерциализации. Ну, в общем, короче, они не увидели от нас коммерческой выгоды. И вот недавно, в середине июня, мы подали еще одну заявку на участие в проекте «Мэра Москвы. Деловые москвичи. Культура». Вот 3 июля должно начаться голосование за лучшие проекты. Голосование пройдет на сайте МОС.РУ в разделе «Активный гражданин». И до конца июля должно продлиться это голосование. Ну, в общем, посмотрим, сколько голосов наберет наш проект в народном голосовании. Ну, в общем, сожалению, вынуждено сказать, что все обращения за помощью государственным структурам на текущий момент не дали никаких существенных результатов. Мы только потратили массу времени на подготовку огромного, просто огромного количества всевозможных документов, заполнения заявок, написания писем, подготовки презентаций, ну и всего такого прочего. Но при всем при этом проект «Русская азбука в вышивке» уже вызвал большой интерес со стороны различных выставочных площадок. У нас уже есть приглашение провести выставки по меньшей мере на 5 различных выставочных площадках Москвы и Подмосковья. К нам буквально уже встают в очередь на показ, хотя самой коллекции еще пока нет. Она только в стадии задумки и подготовки к реализации. Мы только приступаем к ее созданию. И вот, понимая, что интерес к этому проекту, безусловно, есть, и есть желание со стороны мастериц принять участие в вышивке русской азбуки, мы все-таки решили попробовать сделать этот проект собственными силами, а впоследствии по возможности все-таки компенсировать хотя бы отчасти затраты мастерам, дизайнерам и, собственно, художнице Марине Ханковой. Потому что, несмотря на то, что государственную поддержку мы не получили, мы, тем не менее, продолжаем искать другие формы сотрудничества, чтобы получить поддержку нашего проекта от заинтересованных организаций, возможно, частных лиц. Одним словом, давайте сотрудничаем. И я очень надеюсь, что это все-таки случится. Я буду активно рассказывать о нашей задумке с русской азбукой вышивки на своих каналах, в соцсетях. И я верю в то, что кто-то обязательно заинтересуется и захочет поддержать этот наш народный проект. Кстати, пользуясь случаем, я хочу напомнить, что открыла канал нашего проекта на Бусте для тех, кто хочет поддержать наш совместный авторский проект. И вот помимо возможности подписаться, там есть опция «Донат на цель». И в качестве одной из целей я добавила сбор средств на авторское вознаграждение Марине Ханковой за предоставление 68 акварелей для создания авторских схем. И огромное, огромное благодарность всем, кто решит для себя возможным вот таким образом поддержать проект «Русская азбука вышивки». Несколько лет я делала только карандашные эскизы к этому проекту. Ну, потому что и дом, и дети, и ученики. На самом деле у меня в день остается там час, иногда меньше только, чтобы порисовать. Поэтому у меня нет никаких аккаунтов таких нигде активных. Либо я зайду и буду отвечать, да, спасибо, я рада, что вам понравилось на ваш лайк, либо я все-таки хотя бы час порисую. Хотя это, конечно, мало. С другой стороны, то, что я сделала за час, оно потом настаивается, я это называю. Да, я когда достаю, я вижу, я какие-то принимаю другие решения, я с этим живу, может быть, поэтому оно так получается несколько глубже, чем если бы я могла с утра до вечера с этим сидеть. Хотя иногда хочется с утра до вечера. И я, конечно, очень благодарна и признательна всем нашим девчонкам, которые решили все-таки, несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия, и на данный момент отсутствие какой-либо финансовой поддержки, все-таки осуществить этот проект собственными силами, ну, фактически на личном энтузиазме. Мы все вместе договорились, что мы все-таки будем реализовывать этот проект силами мастериц нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна». И на своем канале я буду рассказывать о каждой участнице этого проекта и показывать, как идет работа над созданием русской азбуки в вышивке. Вот, ну, сейчас азбуку уже покажу, да? Там хранятся чемоданчики, оригиналы. Да, здесь. Все наши девчонки просто в восторге от азбуки, да? Девочки. Это правда, вот для нас это большое вдохновение. Правда? Какой труд. Вот это у нас буква Т. Вот буква Т. А Т и Ёрш. Т и Ёрш. А Т? Щука. Вот щука. Вот, кстати, Надя хотела вышить щуку, потому что у нее есть какое-то желание, она нам не рассказывает. И когда она вышла, щука ей обязательно исполнит желание. Буква Д. Д. А, буква Д, да. Вот. Д, дым, вот это все. Да, 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 да. Вот. А вообще, Марин, я не знаю, Светлана рассказывала или нет, а как только она написала, что надо разбирать буковки, она говорит, я бы думала, сейчас сильно много желающих не будет. Мы разобрали это за один вечер. За какой месяц? За 20 минут? В общем, с моментом все разлетелось, потом, значит, на дивиденочке начали писать, ой, а мне не хватает. Так, давайте тогда поделимся. То есть это моментально разошлось всем очень. У нас так много, сколько у вас вообще? Ну, у нас больше 300, но активных около 100. Ну, вот прям активных. Да. Девчонки, на которых можно положиться, которые за любой кипиш, кроме голодовки. Так что это вот наша команда потрясающая. Мне так приятно, когда вот моментом, а я вот эту букву, а я вот эту, Света, а вот эту можно? Нет, это уже взяли, бери другую. Нет, я подумала, что я кину клич, если будет интерес, мы идем в этот проект, потому что, ну, вот там, грант не утвердили, ничего не утвердили. Девчонки, будем делать сами своими силами? Я тогда поговорю с Мариейной. Мне нужно было, как это, протестировать, попробовать эту воду, да. Тут же все девчонки откликнулись, и уже сейчас меня, пинают. Каждый день спускают, ну, когда ты к Марине поедешь, когда? Я говорю, я не поеду, пока гости не закончим. Да, там уже все, мы готовы. Да, все, я вышиваю медленно, мне надо побыстрее. А чем вышиваем? Какая канва? Какие ниши? Какая техника? Да, тут тоже большая работа, потому что сначала этот дизайнер будет делать схемы вышивки, потом уже, да. И художница Марина Ханкова тоже согласилась на данном этапе предоставить нам эксклюзивные права на создание схем вышивки по акварелям русской азбуки. Мы подписали с Мариной соответствующее соглашение на условиях, что когда у нас все-таки появится какое-то финансирование, мы выплатим авторское вознаграждение художнице. И я несколько раз приезжала в гости к Марине в город Королев. У меня на канале есть видео из серии «10 вопросов мастеру». Очень интересная, увлекательная и познавательная получилась у нас беседа с Мариной. И большая радость встретить на своем жизненном пути людей, которые, как светлые маячки, освещают пути нам. И в гостях у Марины я поняла смысл выражения «соль земли». Это как раз такие люди, как Марина. Действительно, несколько часов, проведенных с Мариной в ее доме, погружают тебя в такую благодать, какого-то иного мироустройства человеческой души. Там даже ритм жизни меняется. Так что потом сложно вернуться в свой привычный, суетный ритм жизни и невольно задаешься вопросом о простом человеческом счастье. А оно в мелочах и в отношении к жизни, к себе и к окружающим людям. Такие образцы потихоньку. Но мы немного пишем, но я считаю, что это позволяет им развивать глаз, руку и чувство собственного достоинства. Конечно, хочется чего-то побольше, каких-то иногда возможностей, но это не такая уж большая цель. Я могу в своем деревенском домике жить тоже и смотреть на небо. Больше, может, ничего не надо. В чем счастье? Да. Вот именно в это. Чтобы можно было на небо смотреть. Научиться не спать. Можно что-то успеть сделать. Ой, дай Бог на все задуманное, времени, рук и помощников, кстати. Малиночка огромного, огромных вам творческих успехов. И я очень рада нашему совместному такому сотрудничеству. Я очень надеюсь, что из проекта «Русская азбука», вот из того, что вы создали, мы сможем немножечко в переперии, в таком осмысленном варианте, тоже воссоздать вот эту русскую азбуку вышивки и посмотрим, что из этого всего получится. Я уверена, что получится очень здорово. Что же касается схем вышивки и, собственно, создания вышитых картин, изначально, когда мы прописывали еще грант в прошлом году, мы предполагали, что будет организован конкурс среди дизайнеров и мастеров. И если бы этот грант нам утвердили, то отобранные в конкурсе участники должны были получить определенную сумму вознаграждения за свою работу и возмещение стоимости используемых материалов. Но поскольку грант мы не получили, все это также ложится пока на плечи энтузиастов, которые, как и я, просто влюбились в этот проект «Русская азбука в вышивке». И дизайнер, которая согласилась создать все схемы вышивки для «Русской азбуки», это наша замечательная Екатерина Андреева, известная под брендом «Шиком». У нее есть своя группа ВКонтакте. В описании к этому видео я оставлю ссылочки. И Катюша создает прекрасные схемы для вышивки сложных многоцветных картин. Кстати, на нашей выставке в Казанском Кремле, в выставочном зале «Манеж», которая, напомню, проходит в Казани с 18 мая по 3 сентября 2023 года. Так вот, на этой выставке представлены 4 картины, вышитые по схемам Екатерины Андреевой. Эта картина «Летят утки и дары леса» в исполнении мастера вышивки Елены Костаревой, картина «Дети, играющие собачкой» в исполнении мастера вышивки Виктории Макаренко и «Моя маленькая царевна». Об этой картине и процессе вышивки я много рассказывала на своем YouTube-канале. В общем, Катюша Андреева уже начала работу над созданием схем вышивки. И одной из первых, она сделала схему обложки русской азбуки, которую я уже начала вышивать. Схема получилась достаточно большая. Это будет полноценная многоцветная картина, полная зашивка. Размер в стежках 310 на 440 стежков. То есть в общей сложности 136 400 стежков здесь нужно сделать. И размер готовой работы без учета оформления должен получиться примерно 33 на 47 сантиметров. Ну, такая немаленькая получится картина. И в этой картине всего использовано 83 цвета, 63 чистых и 20 блендов. Мы также составили для участниц этого проекта технические условия вышивки, чтобы все вышитые картины получились в едином стиле. Вышивать все картины русской азбуки мы решили на конве «Конгресс-трамин» 24 каунта, ниточками DMC в технике «Петит-полукрест». Возможно, что на отдельных картинах будут присутствовать небольшие элементы БЭКа, вкрапления бисера, возможно, крейника или металлизированные нити. Но это мы уже по ходу дела определимся. И, как я уже сказала, это будет полный зашив по всем картинам. И каждая мастерица будет начинать вышивку своей странички-азбуки по мере готовности схем. И всего на вышивку картин, всех картин русской азбуки, мы отводим в среднем 7-8 месяцев работы. Сроки мы себе устанавливаем сами, никто нас не гонит, ничто нас не сдерживает. В общем, как у нас получится, так и получится. Будем идти в удобном и комфортном для нас темпе. И вот сегодня, 24 июня 2023 года, я приступаю к вышивке первой картины из коллекции «Русская азбука вышивки». А вот что рассказывает о задумке акварельной иллюстрации обложки азбуки сама художница Марина Ханкова. Это обложка. Она почти готова. Вот эти детали, видите, вот здесь вот недоделана еще кольчуга. Инструмент у меня ждет, пока я доберусь до магазина. Нужен тонкий инструмент, очень легко ломается. Вот здесь вот эти богатыри нас встречают. Это вот Илья Муромец, тот самый, которого мы встретим потом в сказке. И вот это может быть финист, ясный сокол, не знаю. Может быть, кто-то другой встречает нам, показывает азбуку. Они защищают нас, сзади них рам. И смотрите, как получился крест. Вот здесь защищает, вот так вот закрывает, оберегает. Собачка с ними прибежала к ним. Смотрите, стыдает собачки оттуда. Может быть, она их туда поведет, не с ними пойдет. Здесь вот такой зимний пейзаж. Здесь надо добавить вот этот дымок еще. Здесь вот такая зима, русская зима. Мне казалось, что вот русская азбука и вот эта вот русская зима, что зимняя должна быть обложка. Такая снег идет здесь. Вот, а сзади я вам покажу сейчас. Вот, да, это будет у нас завершение, самый последний лист рисунок сзади. Здесь эти же орнаменты. Да, здесь будет у нас вот это. Вот это же самое место, только, наверное, летнее. И здесь эти же всадники поедут. Вот они охраняют, да, они поедут. Собачка тут перед ними бежит впереди. Здесь вот эти елочки. А здесь много-много зайчики, совы, ежики здесь. Они все тут немножко притаились, смотрят, как поехали русские богатыри. И будет ночь здесь. Вот этот сказочный месяц мой любимый здесь обязательно нам встретится. Обложка. Обложка. Значит, смотрите, я взяла на обложку, решила. Кстати, видите, да, вот та обложка, которую я сейчас доставала. Я сохраняю композицию, да, тоже плетенки здесь, да. Узнаем. Как у Билибина разные книжки имеют одну обложку. Немножко меняются картинки. И здесь я тоже такой же, этот прямоугольник там тоже я сохранила. И вот эту арочку. Вот, плетенки. И здесь я решила, ну, русская азбука должна быть зимней темой. И, наверное, все-таки богатыри, да. Вот этот такой отсыл к этим богатырям. Блин. Воснецовским, да. Вот они здесь такие. Храм, собачка. И, значит, помоложе и постарше. И здесь такой русский пейзаж, русская деревня. Вот такая сквозь лес такой. Мне очень нравится вот такой снег целыми пятнами, да. И здесь такой мосточек, какая-то замерзшая река. И если мы смотрим на задник, да, здесь вот этот, как бы, сюжетный сюжет. Те же герои. Зима, лето, лицом, спиной, день, там, ночь, да. И здесь этот же сюжет, ну, он зеркальный, я его повернула. День, ночь, лето, зима, да. И вот так вот он, месяц вокруг облака волшебный завернулся. Вот здесь она вот такая вот получилась история. Зайцы здесь притаились. Здесь тоже месяц сквозь, видите, тут зацепилось облако. Здесь растущее, а здесь убывающее. Да. Да, да, да. Как все продумано, Марин, ведь... И такие сюжеты, они, по сути, скрыты в каждом месте. Скрыты, да, много скрытых смыслов, глубинные. Которые вот в процессе как-то появлялись и вырастали. Привет, друзья! Сегодня суббота, 24 июня. И я начинаю вышивать первую картину из коллекции нашего проекта «Русская азбука вышивки». Я буду вышивать обложку. Вот я уже нанизала ниточки, собрала ниточки по ключу. Которую мне прислала Катюша Андреева. И сейчас отрезала канву. Это канва кангростромин. Мы все будем вышивать на канве кангростромин 24 каунта. Размер канвы должен быть 47 на 61 сантиметр. С учетом припусков. Вот здесь у меня получается, у меня уже был готовый отрез, где-то, ну да, под 48. И высоту, высоту получается у меня чуть больше 70 сантиметров вместо 61. Припуски мы делаем по 7 сантиметров с каждой стороны. Но ничего страшного, пусть будет чуть больше. Я просто, наверное, не буду пришивать кармашки, как обычно я делаю канве, а заправлю уже вот часть канвы в раму. Ну, уже не буду отрезать кусок по размеру. Возьму тот, который есть. Размер вышивки должен получиться 33 на 47 сантиметров. Вот сейчас я здесь отмечу начало. Канву свою я размечать не буду, просто отмечу примерно вот здесь. Вот здесь мне нужно будет начать свою вышивку по центру. Вот отсюда я и буду плясать. Вот так что сейчас заправлю канву в раму. И приступлю уже к началу первой странички вышивки русской азбуки. Ну что ж, друзья, ниточки разложены, канва натянута и рама уже прикреплена к станку. Схему я загрузила на планшет в программу Крости у меня. Вот она схема. Мы договорились, что у нас будет полная зашивка. То есть вот, допустим, сама картинка русской азбуки, да, она оправлена таким вот орнаментом. Но вот здесь вот еще свободное вот это вот поле, оно тоже будет зашиваться. Таким образом у нас получится прямоугольная форма вышивки. Размер получается 310 на 440. Ну вот здесь у меня не показывает конгресс-трамин. Так, сейчас посмотрю, есть ли тут Лугана. Ну, допустим, хорошо, возьмем Лугану. Вот, 25-й каунт. На канве конгресс-трамин размер получится 33 на 47 сантиметров. Да, ну вот здесь просто у меня не выдает конгресс-трамин. И цвет конвы у меня такой бежеватый. Ну, типа слоновая кость, такой бежевый, я не знаю точно номер, но конва не белая. Я не люблю вышивать вообще на светлой конве, тяжело глазам. Вот, тем более, что здесь идет достаточно большая зашивка светлыми цветами ниток. Вот, давайте посмотрим. Сейчас увеличу. Вот, и это будет бленд. Тут большая зашивка идет, 30-24 и 38-66. Вот, достаточно много здесь будет просто одним тоном зашиваться. Это как раз вот идет вот такое обрамление. Да, вот здесь орнамент. И вокруг орнамента вот все это будет зашивка одним цветом. И этот цвет также еще встречается и где-то вот в схеме. Вот, светлым по светлому не всегда сложно вышивать. Но, в общем, придется с этим как-то смириться. Ну, вот тут большая достаточно идет зашивка. Вот, и мы договорились, что все будут вышивать и выкладывать свой прогресс в нашей группе. У нас создан альбом «Русская азбука». И там в комментариях под каждой картинкой будем выкладывать свой прогресс. Канва натянута, готова к работе. Ниточки тоже разложены, схема загружена. Ну, что ж, с Божьей помощью начнем, помолясь. Да, и вот еще. Все-таки я решила здесь сделать небольшую разметку. Просто, чтобы не ошибиться, поскольку здесь идет однотонная зашивка. Вот здесь вот я наметила 300-310 стежков. Вот здесь по 7 сантиметров припуск остается. Вот тут центр у меня 150 стежков. И вот здесь нулевая отметочка. Так что, наверное, я начну вышивку вот отсюда. И буду идти сверху. Вот так. Посмотрю, может быть, буду обрезать ниточку, чтобы у меня все стежочки были в одну сторону. Ну, посмотрим, как она пойдет. Так что, приступаю. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, первый рядочек у меня получился. Мне хватило одной ниточки. Ну, вернее, бленда метровой, две метровые ниточки. Мне хватило на 270 стежков. Вот еще 40 остается. Даже не знаю, как лучше поступить, начать с нового ряда. Наверное, да. Наверное, начну новую ниточку с нового ряда. Вот отсюда тоже пойду справа налево. Ну, чтобы стежочки все были ровненькие и одинаковые. Ну, вот да. Как-то так, наверное, сейчас буду делать. Субтитры подогнал «Симон» Ну, что ж, все еще суббота, 24 июня. И вот первые 3000 стежочков сделаны. 2% вышивки. И это вот первый ряд 10 первых клеточек. Вот так вот это выглядит. Пока я вышиваю фон. Вот эту вот верхнюю часть. То есть мы решили, что это будет полная зашивка. Поэтому то, что вокруг орнамента, тоже будет вышиваться. И это вот уже чуть больше 3000 стежков 300 здесь повышивалось. Тут пока простая зашивка идет одним цветом. Цвет не меняется. И сейчас покажу, как это выглядит с изнанки. Так, давайте посмотрим. Вот. Начинала я вышивать вот здесь кобелиновым стежком. У меня в одну сторону шли все стежочки. Вот они идут. Первые там два ряда. А потом я начала уже чередовать кобелиновый стежок. Или вот петит с полукрестом. Вот здесь вот видно полукрест. Расход ниток при полукресте меньше. Вот такая получается изнанка с полукрестом. А вот если вышивать кобелиновым стежком, когда с изнаночной стороны стежок проходит по наибольшему, по максимальному расстоянию. Здесь чуть больше расход ниток получается. Но зато вот все стежочки продолжатся ровненько. Ну, мне кажется, что поскольку здесь идет зашивка светлыми нитками, тут нет большой разницы на самом деле. Я не вижу тут разницы в стежках. Вот с темной зашивкой все это немножечко более заметно, как мне кажется. Ну, или если бы были хотя бы там, например, когда небо вышивается, да, голубыми ниточками. Ну, здесь светлые такие нитки, поэтому нет большой разницы и нет смысла, мне кажется, каждый новый ряд начинать, ну, как бы с одной стороны, да, идти в одну сторону. Ну, вот как-то так. Для ускорения процесса, я думаю, что здесь ни на что особо не повлияет. Ну, что же, а я продолжаю вышивать и через какое-то время покажу, что у меня получается. Буду периодически делать видео включение и видео зарисовки для вас. Привет, друзья! Сегодня понедельник, 26 июня. Продолжаю вышивать обложку русской азбуки. И на данный момент здесь вышито 6000 стежочков, 4% вышивки. Ну, это всё ещё у нас фон идёт. Даже не фон, а вот такая вот верхняя окантовочка. Вот. Я потихонечку здесь добираюсь до, в фоне до второго цвета. Вот всё вот это вышито одним цветом. Вот здесь вот уже есть, встречаются такие пробелы. Оставляю. Это будет зашивка, уже возьму второй цвет. Буду вышивать вторым цветом. Ну, вот пока больше ничего интересного нет. Вот доберусь до орнамента. И тогда уже, наверное, что-то более интересное. Можно будет вам показать в обложке русской азбуки. Ну, что ж, начало положено. Я уверена, что это будет очень интересный и увлекательный проект, как для всех его участниц, так и для зрителей. А я буду рассказывать и показывать на своём канале, как идёт работа над созданием русской азбуки в вышивке. И надеюсь, вам будет интересно за этим наблюдать, дорогие зрители моего канала. Я очень жду ваше мнение, впечатления и комментарии. И напоследок хочу показать, как видит нейросеть, русскую азбуку и русский алфавит. Наверное, вы все заметили, что сейчас мы видим всё больше интереса к идеям нейросети. И даже в среде художников также идут большие дискуссии и даже опасения о том, что, возможно, скоро нейросеть сама будет писать, рисовать картины и вообще со временем заменит художников. Но лично мне кажется, что компьютер никогда не может сказать того, чего в него не вложат. И нейросеть манипулирует только тем, что уже есть. А творчество всегда заключается в придумывании нового, того, что до нас не было, а с нами стало. Мне очень интересно услышать ваше мнение. Как вы думаете, может ли искусственный интеллект вытеснить, а со временем полностью заменить произведение искусства, человеческую мысль и креативное творчество, созданное руками человека? Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно услышать ваше мнение. Понимаете, мы проявляем тот духовный мир, который вечен существует. Вот мы для чего сюда пришли. Все спрашивают, все философы, все задаются одни вопросом. И все творческие деятели. Для чего я сюда пришел? Для чего мне все эти мучения даны? Один какой-то святой человек сказал, наша проблема в том трагедии, что мы живем в разорванном времени. У Бога нет разорванного времени. У Него вечность. Она не имеет ни начала, ни конца. Здесь нас поместили в разорванное время. У нас есть прошлое, настоящее и будущее. И оно заканчивается. В прошлом. В прошлом мы пришли в этот мир, потом прожили и уйдем. Но за этот короткий промежуток времени мы должны открыть для себя этот непроявленный мир и проявить его. Вот Пушкин это делает. Все гении делают. Вот Бетховен, Чайковский, Моцарт, они приносят из этого непроявленного мира, где существует это вечно все. Пушкин существует вечно там. Моцарт там существует вечно. Бетховен. Мы думаем, что вот это все такое всегда было. Не было этого ничего и не будет. Через сто лет будут другие люди совершенно. Сто лет тому назад были другие люди. Они читать не умели, они ничего не знали. Мы имеем сейчас возможность получить ту информацию, которую миллионы лет люди накапливали. И ученые нам это открывают. Но когда ученый говорит, что Бога нет, это не ученый. Значит, у него духовного начала нет. Его Святой Дух не посетил. Он может открыть. Он открыл 5 и 5, 25. Но все математические эти формулы строятся на том, что они принимают что-то за основу, на веру берут. Вот была какая-то теорема, которую они приняли на веру. От нее потом построили всю математику. Все. Ученые только открывают то, что создано Творцом, а не открывают его створение. Понимаете? Молекула, что такое? ТНК, что такое? Это то, что Господь Бог сотворил, чтобы нас создать. Мне кажется, самое лучшее у Артура. Ну, бутылочка похожа. Давайте-ка издалека посмотрим. Ну что, смотрите. Мне кажется, самое лучшее у Артура. Ну, бутылочка похожа. Эллипсы наверху есть? Какие-то есть. Не очень ровные, но вот сколько она успела, столько успела. А с вами сегодня была Светлана Дьянова на канале Бель, посвященному проекту Ля Ви и Бель или Жизнь Прекрасна. Всего вам доброго, друзья. И до новых встреч. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok